Археологи обнаружили в Киево-Печерском заповеднике таможенные пломбы, которые могут свидетельствовать о внешней торговле времен Киевской Руси. Найденные во время раскопок на территории Митрополийского сада таможенные свинцовые пломбы, возможно, станут доказательством внешней торговли во времена Киевской Руси. Эти пломбы могут дать толчок для исследований. Это таможенные пломбы. Возможно, это говорит о том, что Киево-Печерский монастырь был субъектом внешней торговли во времена Киевской Руси. Об этом еще никто не говорил, рассказал руководитель археологических раскопок Сергей Тараненко. Литовская компания инвестирует 30 миллионов евро в новый парк солнечных электростанций. Многопрофильная литовская компания Modus Group инвестирует значительную сумму в новый парк солнечных электростанций в Житомирской области. Построить их планируется во втором полугодии 2019 года. Суммарно они будут производить около 45 тысяч мегаватт в год электроэнергии. Modus Group объединяет предприятия по торговле автомобилями, развитие недвижимости в сфере энергетики. Группа уже реализовала проекты в области солнечной энергетики в Литве и Беларуси, а в настоящее время развивает проекты в Испании и Польше. Литва предоставит миллион евро в поддержку Донбасса. Правительство Литвы планирует в 2019 году выделить из бюджета около миллиона евро в поддержку Украины, сообщил посол Литвы в Украине Марис Януконис во время встречи в Донецкой облгосадминистрации. Принципиальное решение по этому поводу уже принято. Средства Литва хочет направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство, добавил он. Украинская компания создала единственный в мире автобус-внедорожник. Украинская компания Pulsar Expo создала автобус-внедорожник Torsus Praetorian за один год, от эскиза до готового автобуса. Транспортное средство уникально не только своим футуристическим дизайном. Поскольку в ЕС, где автобус завершает сертификацию, нет категории автобус-внедорожник, то европейскому органу сертификации пришлось подать в Еврокомиссию запрос для открытия новой категории. Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство. Уже собрано 8 машин, еще 17 в процессе сборки. Параллельно компания ведет переговоры с представителями автозаводов США, Турции и Украины о запуске серийного производства. Запросы на автобус поступили из США, Австралии, Канады, Грузии, Бангладеш, Новой Зеландии. Приблизительная стартовая цена базовой версии – 100 тысяч долларов. Разработчики рассказали, что Бангладеш хочет купить 105 автобусов-внедорожников, в том числе в модификации «Скорая». Это единственная техника, которой можно перевозить до 12 тяжелораненых в лежачем положении в условиях полного бездорожья. Там это актуально с учетом частых наводнений и землетрясений. Скоростные поезда «Укрзалезницы» установили рекорд пассажиропотока. Скоростные поезда «Укрзалезницы» в июле перевезли 540 тысяч человек, что является наибольшим показателем пассажиропотока с начала внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения в 2012 году. Всего в июле скоростные поезда совершили 847 рейсов. За период с начала года, январь-июль, поезда «Интерсити» и «Интерсити плюс» перевезли почти 3,3 миллиона пассажиров. И продолжим про «Укрзалезницы». УЗ представила концепцию железной дороги между Украиной и Китаем. Магистраль по замыслу авторов идеи соединит Поднебесную с семью государствами – Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Польшей. Ширина колеи на всем пути должна соответствовать китайскому стандарту, то есть 1435 миллиметров, а скорость движения поездов превышать 250 километров в час. Проект предусматривает создание альтернативного нового шелкового пути из Китая в Европу. Общая длина железнодорожного коридора должна составлять 5100 километров, без учета морских отрезков, что на 200 километров короче Евразийского сухопутного моста – Китай, Казахстан, Россия, Беларусь, Польша, по которому сейчас проходят контейнеры из Китая в Евросоюз. Экономика Украины растет 10 кварталов подряд. Об этом отчитывается Государственная служба статистики. Так, рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% и превысил импорт. Положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие составило 2,8 миллиарда долларов. При этом Евросоюз остается ключевым для Украины внешним рынком. В Винницкой области построят заводы по переработке орехов и кукурузы. В 2019 году в Винницкой области инвесторы намерены построить два завода. Один по переработке грецкого ореха в Могилев-Подольском районе на площади 700 гектаров. Это будет первый в Украине завод по переработке этого продукта. Второй завод по углубленной переработке кукурузы в Гниване. Стоимость инвестпроекта 600 миллионов долларов. Высокотехнологичное современное производство, которое позволит создать тысячи новых рабочих мест. Вместе с тем этот завод позволит вдохнуть новую жизнь в огромную территорию, отметил председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Каравей. Пакет малыша для новорожденных уже с 1 сентября. Правительство убеждено, что ребенок с первых дней жизни должен получить все необходимое, несмотря на уровень материального обеспечения родителей. Поэтому уже с 1 сентября роженицам будут выдавать пакет малыша, который состоит из товаров первой необходимости для новорожденного. Детализированный перечень детских товаров из 25 пунктов общей стоимостью до 5000 гривен для комплектования одноразовой натуральной помощи определяется приказом Минсоцполитики. Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет также будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком. Шануемся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok